Привет, Нижнеамурцы! Мне очень часто доводилось слышать легенду из разных уст о ленивом русском народе. И вот эту картину по разрушению мобиля я наблюдал на протяжении двух десятых сетей. Кто обычно говорит об этом? Ну все кому не лень. Русский человек ленивый, он не умеет работать, он умеет только пьянствовать и тому подобное. Но вот смотрите, вот был огромный завод Мобиль. Он выпускал панели, из которых устроились панельные дома. Взросостойкость которых исчисляется по-моему 50-ю годами. По сути это был огромнейший комплекс. В 90-х годах, когда вся экономика у нас планомерно по Гарвардскому проекту обрушилась, данный объект разбирали замечательные, очень работящие, трудоголичные, я бы даже сказал, рабочие из солнечной Армении. И они пилили, пилили, десятками лет пилили и растаскивали то, что построил ленивый русский народ. При этом они жили в тех самых домах, которые построил этот ленивый русский народ. И никогда не забывали этот самый народ хаять и унижать. И у меня к вам, уважаемые зрители, всего один вопрос. Как все вот это мог построить ленивый русский народ? Видимо он активно ленился в три смены, без выходных. И без праздников он ленился, чтобы все во всем мире жили хорошо, кроме самого русского народа. Николаевск на Амуре день за днем. Канал Роман Зайцев. Живу на ТВ. Подписывайтесь. Еще бы я неval到. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.